Доброго времени суток, уважаемые любители бокса! 6 мая 2024 года в Японии состоялся боксерский вечер, в главном событии которого один из лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий и абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе до 55,3 кг японец Нао Иноэ с рекордом 26-0-23 победы нокаутом встретился с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях мексиканцем Луисом Нерри. Рекорд Нерри 35 побед, одно поражение, 27 побед нокаутом. Иноэ 31 год, Нерри 29 лет, они одинакового роста, но есть большая разница в том, что букмекеры перед боем не дают Нерри никаких шансов, потому что он стилистически удобен для Иноэ, Нерри всегда идет вперед, выбрасывает много ударов, и это очень удобно для японского монстра. Но давайте перейдем непосредственно к бою и посмотрим, что произошло в ринге. Первый раунд оказался крайне неожиданным. Левша Нерри бросался в атаке, казалось, все идет к тому, что Нао Иноэ подловит его ударом навстречу. Луис Нерри отправляет Иноэ в нокдаун, первый нокдаун в его карьере. Иноэ встал, Нерри, конечно, попытался его добить, но примерно одну минуту Иноэ успешно выживал, и ему удалось выжить. Интрига, конечно, началась прямо с первого раунда. Второй раунд. Первые полторы минуты прошли очень аккуратно, и тот, и другой не рисковали. Однако, когда Нерри бросился в очередную размашистую атаку, Нао Иноэ встретил его левым крюком, и Нерри сам оказался на настиле. Ему отсчитали нокдаун, он встал, но Иноэ не бросился на обострение, а аккуратно довел раунд до победы. Два раунда и два нокдауна. Очень интересное начало. Третий раунд. Невысокий темп, Луис Нерри уже не бросается в неподготовленные атаки, а Нао Иноэ начинает бить справа. И попадает справа. Эти удары Луис Нерри чувствует. Если он не найдет какого-то противоядия, может опять оказаться на настиле. Третий раунд за Иноэ. Четвертый раунд. Луис Нерри меняет тактику. Он поднял руки высоко в блок, поддавливает Иноэ без ударов, и хочет, видимо, сработать в ответ. Но Иноэ хорошо двигается на ногах, выбрасывает джеб, у него отличный тайминг, и просто не видит начала его атак Нерри, и сконтрить у него не получается. Более близкий раунд, но все равно он остался за чемпионом. Пятый раунд. Нерри продолжает прессинговать, но в этот раз он бросается вперед, однако у него не получается реализовать это в количестве донесенных до цели ударов. Чистых ударов не очень много и стоит с другой стороны, но у него попадает чаще. Примерно за 30 секунд до конца раунда на ближней дистанции Нерри всадил в челюсть оппонента короткий левый крюк, и Нерри оказывается во втором нокдаунде. Он встает и идет на обострение. Рубка последних секунд, публика в экстазе, но Нерри ничего не пропустил, и раунд закончился. Шестой раунд. Этот раунд начался достаточно спокойно. Небольшая успешная атака от Луиса Нерри и жесткие взрывы от Иноуэ. Удары справа раз за разом достигают цели. Луис Нерри потрясен, и очередной удар отправляет его в тяжелый нокаут. Это был очень красиво отличный бой. Науэ Иноуэ показал, что он действительно является безоговорочным лидером этого дивизиона, и ждем, куда дальше пойдет его карьера. Но что вы думаете по поводу этого боя и перспектив на Оуэ Иноуэ в этом или следующем весе? Напишите свое мнение в комментариях. Считаете ли вы его лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам понравился этот обзор. А с вами был Дмитрий. Всего вам доброго и удачи. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok